О Йоне Рейте я хотела вам поподробнее рассказать, вы наверняка о нем не слышали. Вот я вам скажу, это гениальный аллерг. К сожалению, есть авторы, которые сильно опережают свое время. Вот он свое время оперетил. Он родился в 1905 году, прожил, как все гении, 37 лет. Говорят, что после 37 лет гений входит в непреодолимый конфликт с окружающей его действительностью. Поэтому они практически все в это время погибали. Сейчас как-то меньше стало, но и жизнь удлинилась. У него очень страшная судьба, но он создатель жанра иронического детектива. В те времена никто не знал, что это такое. Вот когда у нас появились всякие Хмельевские, сейчас куча всяких там баб писала. Он создал этот жанр, он писал пьесы для кабаре. Родился он в стране, которую я не то чтобы люблю, она меня очень интересует. Это Австро-Венгерская империя. Он родился в Будапеште в 1905 году. Он венгры. Янер Рейте. Его настоящая фамилия Рейх, он ее изменил на Рейте. Но писал, он очень любил английскую литературу, вообще много путешествовал. Очень любил, в Венгрии нет моря, а он еще любил мир портовых городов. Бродяг, матросов, путешественников, певичек кабаратных. Вот это вот. Писал под псевдонимом, может, вот этот вы встречали, Пол Ховард. Пол Ховард. Печатается как детектив. Я бы не назвала это детективом. Во-первых, этот детектив иронический, потому что у него очень остроумные книги, безумно остроумные. Они неожиданные. Невероятно, что они написаны в 30-е годы. Я думаю, что их очень легко перевести в диалоги. Мне еще важно, чтобы это прозаическое произведение, это роман. У него есть несколько романов. Белокурый циклон, знаменитый. Невидимый легион. Но там сложно, потому что там меняется место действия. В Белокуром циклоне они практически объезжают весь мир. А у него есть роман, который превосходный. Странно, что его до сих пор не ставили. Может быть, и ставили, просто я не знаю. Который происходит в одном месте, в отеле. Он называется «Ужас Явы» или «Карантин в Гранд-Отеле». Вот писал для Кабарет. И во время войны родился он в Мудапеште. После Первой мировой войны Австро-Венгерская империя развалилась, распалась на кучу государств. В 20-е и 30-е годы он был довольно известным Кабаретным писателем. Доматогом, ездил, путешествовал много. Но когда началась Вторая мировая война, мы знаем, что Венгрия была союзником Гитлера. И, конечно, такой человек, как Йонеретте, он не очень вписывался. Короче говоря, за длинный язык его послали. Он попал в штрафной батальон. Он уже был к этому времени болен. И умер он в штрафбате на Украине. Я думаю, что когда-нибудь. Да. В 1 января, по-моему, 43-го года. В 30-е годы. Может быть, это маленькое местечко. Я неплохо знаю украинскую биографию. Тем более, это очень маленькое такое место. Может быть, когда-нибудь Кабарет в памятник поставят. Это человек, который опередил свое время. Вот сейчас как раз 110 лет со дня его рождения. И знают его только такие чересчур рафинированные любители детективной литературы. Но есть мало создателей детективов, которых я не знаю. Которых бы я не могла. Вот недавно умер Терри Фраратчет в 66 лет. Это один из авторов, которых я очень люблю. Хотя он считал, что пишет хэтоси, это не хэтоси. Это тоже ирония не сплошная. Это иронический подход к фэнтезе. Даже к фэнтезе я терпеть не могу. И мы могли бы взять что-то из него. Я могла бы перелопатить, потому что у меня он есть на английском весь практически. На русский его не всего перевели, но штук 10-12 романов на русском у меня его есть. У него очень интересные вещи. И тоже можно найти те, которые происходят в одном месте. Единственное, что у него там много всяких странных персонажей. У юной Рызы странных персонажей нет. Я вам сначала прочитаю. Никакой. Поймете, о чем тут речь. Вот это называется «Карантин в Гранд Отеле» или «Ужас Явы». Это романки. Чем отличается роман от рассказов, повести о количестве персонажей. Тут огромное количество персонажей. Тут несколько линий. Конечно, тут детективный сюжет, потому что Пол Ховард писал детективы. Но тут все с кохмой. Хотя тут будет убийство, но и не одно. Но они такие все за капром. Когда Мот вернулась в свой номер, из шкафа вылез с любезной улыбкой незнакомый молодой мужчина в пижаме и с зеленым шелковым абажуром на голове. К вашим услугам вежливо сказал он, учтиво приподнимая абажур. «Феликс Ван дер Гульден». Девушка, оцепенев лишь на мгновение, та чаша взяла себя в руки и стала пятиться в двери. «Наверняка это псих», – подумала она. «Что вам нужно в моем шкафу?» «Я прошу вас», – сказал сумасшедший, – «не поднимайте шума, иначе повредите добродушному и веселому человеку, который все равно намерен немедленно вас покинуть». «Как бы попали в шкаф?» «Через дверцу, естественно. Я имею в виду не это. Через окно. Еще утро. Я спасался бегством. Из сада отеля увидел открытое окно, скарабкался по парапету и заглянул внутрь. Кровать была пуста. Я спрятался в шкафу и быстро уснул от перенесенных волнений. А проснулся только сейчас. Извините, но на вашем пальто оторвалась вешалка». Незнакомец снял с головы абажур, поклонился и двинулся в дверь. «Подождите!» – крикнула Мот. «Не хотите же вы в пижаме выйти в коридор из моей комнаты?» Незнакомец попорно повернул к окну. Мот прикрикнула. «Стоп! Пожалуйста!» Он немного испуганно отошел назад и остановился, готовый слепо подчиниться любому приказу. Мот с отчаянием взглянула вниз на сад, полный вновь прибывших постояльцев отеля. «Если вы из моего окна вылезет мужчина в пижаме, я не смогу больше никому в глаза смотреть». «Да, это могло бы быть неверно истолковано, но, может быть, вы могли потом объяснить каждому, кто от вас вылез из пижаме. Но я сама этого не знаю». «Верно?» – грустно согласился Феликс Вандербульден. «Когда я останусь и сел в кресло. У вас случайно не найдутся сигареты?» «Что вы себе воображаете? Хотите здесь остаться? Тут, в моей комнате?» «Да, если мне нельзя выйти ни в дверь, ни в окно, то я вынуждена остаться. Не можете же вы потребовать от мужчины, чтобы он улетучился, как капфор, или прекратился, как воспаление слепой кишки? Простите за сравнение». Он немного повысил голос, так как почувствовал, что у него в этот момент было преимущество. «Но надо же что-то сделать. Позвольте мне выразить вам мое полнейшее сожаление. Люди склонны дурно истолковывать каждое публичное появление мужчин в пижаме. Как вам не стыдно? Нисколько. Стыдиться должны люди, которые это дурно истолковывают. Может быть, вы все-таки дадите сигарету?» «Так. Глупая история, но он вам дает ему сигарету, он сказал, он развалился в кресле. «Мне не ясно, вы преступник или только сумасшедший. Но в любом случае вы заслужили, чтобы я вас пристрелила. Слишком радикальное решение. Пожалуйста, если я смогу таким образом спасти ваше доброе имя, то охотно женюсь на вас. Это все же лучше, чем быть пристреленным. Впрочем, кому как. Послушайте, сегодня вечером я уезжаю. Оставайтесь здесь. Ночью исчезнете. Вы меня поняли, иначе я передам вас в руки детектива. «Такого от вас ожидать можно», – проговорил молодой человек, как будто давно зная муть. «Поэтому я постараюсь завоевать ваши симпатии. Вот уж дудки, сейчас я заберу вас в ванную и выпущу обратно лишь только когда буду уезжать. У вас нет сердца. Вот как? Хорошо. Выбирайте между ванной и шкафом. Вы хотите меня забереть? Пожалуйста, подумайте, беспомощного человека посадить под замок. Поэтому, если вы так легкомысленно оцениваете свое положение, то может произойти гораздо худшее. Вы могли бы меня избить, а хоть не всего я выдала бы вас в полиции, чтобы вам как следует досталось, раз уж вам ничего не стоит поставить даму в такое положение в самом фишернебыльном здешнем отеле. Откуда вам знать? Может быть, мое положение в тысячу раз хуже. Представляете вы себе, как я страдаю? Что с вами? Возможно, что я сейчас умру от голода. Уже час дня, а я еще не обидую. Послушайте, вы, я действительно не удивлюсь, окажись вы разбойником в розыске, при таком-то цинизме. Мой дорогой церкви, прежде чем запрете меня для отбывания наказания в ванной, я должен вам сказать, что ваше поведение оставляет желать лучшего. Мое, что вы имеете в виду? Вы упрекаете меня в том, что я невольно дискредитирую вас. А вы, мадам, где вы были сами прошлой ночью, что вы не осложились? Почему я залез именно в эту комнату? Потому что она была пуста. А почему пуста? Если бы спали в этой постели, я бы тихо слез по карнизу, и мне не грозило бы теперь заключение в ванной, где я просто буду вынужден есть туалетное мыло. Да. Где вы были сегодня утром между четырьмя и пятью часами утра? Хорошо. Я не стану запирать вас в ванной. Останем на улице за шкафу? Нет, я сдам вас полиции. Будь что будет. Погодите. Боже мой, что же это за ситуация? Можете остаться. И не подумаю, я обиделся. Я только пошутила. Сейчас увидите. Я это все буду сокращать. Вы ни в коем случае не можете выйти из моей комнаты. Я лучше пойду к детективу сам сдамс. Порог в моем лице должен быть наказан. Вы совершенно правы. Он с трагическим видом дважды ударил себя в грудь. Я хочу быть наказан. Меа кульба, меа кульба. Вот, ради бога, не кричите. Но я не позволю запереть себя в ванной. Я вас не запираю. Это что-то новое. Тогда я, может быть, останусь. Я неплохой человек, определенно неплохой, если такая дама просит меня остаться. Стук в дверь. Мод. Кто там? Ответ. Князь Сергей. Мод русская, кстати. Это Мод Боркман. Там закручена. Она секретарь известного ученого. Создателя бананового апсида. Легендарного лекарства от банановой лихорадки. Там уже уржачно все это будет уржачно. Князь Сергей. Мод повернулась к молодому человеку, чтобы отправить его в ванную. Но нахального незнакомства нигде не было. Снова постучали на сей раз, не терпеливая. Сейчас я закончу одеваться, пожалуйста. Вошел князь. Это был худощавый мужчина лет 60, седой, с бледным тонким лицом и умными голубыми глазами. Почему вы не спускались обедать ночью? Сломалась молния на платье, мне пришлось надевать другое. Но сейчас мы уже можем идти. Ага, сказал себе под кровать у нахальный незнакомец. Она хочет увезти отсюда этого парня. У них от меня секреты. Только на одно слово князь задержал девушку. Мы будем за обедом не одни. Вы говорили с пострадавшим? Об этом позже. Нет. Я должен все знать, если мне предстоит напасть. Если вы попадете в тюрьму, что же мне тогда? Пожалуйста, молчите. Но мы же наедине. Да, верно, но кто-нибудь может подслушать. Вот тебе раз. Это красивая и очень похожая на леди девушка. Может, значит, при некоторых обстоятельствах угодить в тюрьму. Кто бы мог подумать, размышлял нахальный незнакомец. Князь тихо продолжил. О чем вы с ним говорили? Идемте обедать. Оставим это сейчас. Кажется, вас подводят нервы. А я думал, вы сильная. Нет, с нервами все в порядке. Но сегодня у меня был тяжелый день. Вот еще что. Сегодня ночью в Сингапур летит трехмоторный самолет. И полиция. Идемте, идемте немедленно. Да, но не спрашивайте. Пожалуйста, идемте, наконец. Приятная компания, подумал нахальный незнакомец. А меня она хотела запереть в ванной. Хорошо, мод, идем же. Ее зовут по-другому. Она дочь князя сразу откроет. Там все это такая сложная интрига. Он согласился. Девушка взяла его под руку. Снова стук в дверь. Кто там? Полиция. На этом мы останавливаемся. Ой, вообще начало классное. Не очень понравилось. Это вот найдете, если карантин в гранд-отеле. Потрясающе. Потроносились. Ну, там великолепная роль детектива. Элбера. Там много голландцев. Потому что Ява – это голландская колония. Там будут местные, там будут Таиландцы. Ну, власть сейчас – это Таиланд. А тогда это была внуйная голландская колония, 30-е годы. Вот. Значит, там будет несколько крупных женских ролей. Бывшая оперная дива. Потрясающая совершенно. На пенсии. Потом, значит, там будет сбежавшие любовники. В общем, миссионер. В общем, там куча персонажей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok